Черт не шутит, когда Бог спит Алексей Валерьевич, добрый день Добрый день Объясните, пожалуйста Противостояние Порошенковцев и Саакашвили Это игра Битва на наицких мальчиков Или это что-то Серьезное и американцы Действительно пытаются хоть как-то Наладить более-менее Вменяемую понятную власть Убрав Порошенко и поставив Благодаря Саакашвили кого-то другого Ну, цирк, во-первых, продолжается Вернее, можно так сказать Цирк уехал Клоуны остались Что я вам хочу сказать И ранее предупреждали Что ментальность Украины и Соединенных Штатов Не сойдутся Вообще-то я думаю, что На сегодняшний день Порошенко подпирает и пытается Его убрать, чтобы все-таки Развязать Полномасштабную войну На Донбассе Судя по всему Порошенко начинает доходить Чем это закончится Для него И для его пособников Поэтому все это Не просто так делается Со стороны Америки Что касается Правоохранительных Назовем так органов Там НАБУ Коррупция Но это естественный процесс Как будто американцы Не знали Кто такой Порошенко Кто такой Яценюк Кто такой Гройсман Тимошенко Они все прекрасно знали Но у них С НАБУ Ничего не получится Они Эту структуру Американскую Все-таки добьют Что касается Сегодняшнего поведения Таких В кавычках Политиков Я могу одно сказать Что Все больше и больше Зарубежных партнеров Украину Не будут признавать И от Украины Все дальше и дальше Будут отходить Как от чучела Знаете Вот Мое личное такое мнение Алексей Валерьевич Объясните пожалуйста Вот все-таки За спиной Саакашвили Из которого сейчас Делают то ли Героя То ли Жертвенную овечку Кто скорее всего Маячит Чьи интересы Он Прежде всего Реализует Кроме американских Понятно Насколько я Получаю информацию Со стороны Украины Что финансирует Его непосредственно Коломойский Коломойский Мстит Сегодня Порошенко За то Что Порошенко Практически весь Бизнес У Коломойского Отобрал Практически весь Если смотреть Прямо в глаза Поэтому Думаю Что и участвует В этой ситуации И уши видны Сопоблока Левочкина Фирташа Алексей Валерьевич Еще вот непонятная вещь Люди Живущие далеко От Украины Не могут Сообразить Вот Василий Муравицкий Который Просто Журналист Его из роддома Где жена его Только что родила Вытащили Арестовали И он уже Несколько месяцев Находится За решеткой А Петра Петра Господи Михаила Саакашвили Объявили в розыск И вот этот человек Идет Почистить зубы Помыться В ближайшую гостиницу А ему Полицейские Говорят Уходи Уходи Отсюда Мы тебя Не пустим В душ В то же время У них на руках По идее ориентировки Человек в розыске Его надо задерживать Понимаете Без Госдепа Без посольства Соединенных Штатов Его никто Не арестует Не задержит И не отправит Куда-то Это Уши Непосредственно Соединенных Штатов Америки Это их проект Они уже сегодня Не видят Других людей В Украине Как только Саакашвили Поэтому я думаю Что Саакашвили И не арестуют Это будет цирк Продолжаться И так далее Пока Здесь какая-то Не появится Знаете Кровавая жертва Еще такой Вспыл Появится И Естественно Тогда будут И штурмом Брать парламент И администрацию Президента И что хочешь Будет Если сегодня В Киев Потихоньку Подъезжают Националисты Боевики Некоторые там С Айдара С Днепра С Донбасса Вот эти вот Организации Ихние Карательные Атошники Подъезжают Ставьте себе Сколько в Киеве Сегодня оружия Навезли Если там СБУ Рассказывают Что мы все Держим под контролем Я в это не верю Алексей Валерьевич Вот Михаил Александров Пишет у себя О том Что у нас Был расчет На то Что когда Мы будем Побеждать На Ближнем Востоке В Сирии Против Ставленников США ИГИЛа У нас появятся Карты Козыря В руках Чтобы Как-то Торговаться И решать Вопросы По Донбассу И Украине И вдруг Вот вчерашняя встреча Тилерсона И Лаврова Показала Что торг Здесь для американцев Неуместен Что американцы На Украине Будут стоять Более решительно Чем они Даже Боролись На Ближнем Востоке С нами Вот на ваш взгляд Почему американцам Кров из носу Надо сохранить За собой Территорию А у американцев Нет выхода Как только Занимать Форпост Против России Через Украину Все прекрасно Понимают Что это Самый ближайший Рубеж Через который Они могут Влиять И разваливать Россию Это Украина Вы сами Прекрасно Понимаете Что В Украине Большая часть Русскоязычного Населения Живет Поэтому Самые Кровавые Самые Дерзкие Такие Моменты Здесь Назовем так И аспекты Это когда Брат против брата Грызется Эту войну Практически Невозможно Остановить Понимаете Там есть Конкретно Враг Игиловцы Террористы А здесь Русские Против русского Бьется Это История Говорит о том Что Русские Против русского Будет биться До конца Смотря Как его Зарядить Вот и Украину Зарядили Сегодня Перепрограммировали И вот Что на самом деле Происходит Поэтому Я считаю Что В этом случае Надо побеждать За свои умы За своих русских За Нормальных людей Надо бороться Оттуда Вытаскивать А там Проводить Нужную Классическую Работу И уничтожать Этих Тварей Проамериканские Силы Как я называю Больше ничего Мы не сделаем Американцы Естественно Будут идти до конца Я с самого начала Не верил И вы помните Я в своих эфирах Говорил Что Мы уже ничего Не сделаем Только надо Побеждать Американцам Верить нельзя Понятно То есть Американцы Не угомонятся До тех пор Пока русские Не перебьют Русских На территории Украины А русских По большому счету Там процентов Под 80 Как все опросы Говорят Вы абсолютно правы Но вы же тоже Правильно поймите Что У американцев Стоит одна задача До последнего Украинца Уничтожить Но разорвать Украину Ой Россию На клочки И все Понятно Алексей Валерьевич Спасибо большое С нетерпением Ждем развития Событий В Киеве Понимая Что там Американские Ставленники Бьются Друг против друга Обвиняя Своих оппонентов В работе На Кремль Лично На Владимира Путина Всего вам доброго Скоро увидимся Спасибо вам Итак дорогие друзья Это был Алексей Валерьевич Журав К сожалению Видео у него Сегодня Не включилось Поэтому Мы говорили с ним Вот в таком Формате В слепую Тем не менее Его было хорошо слышно И понятно О чем Говорит украинский политик Мечтающий Вернуться На свою родную землю И увидеть Живых земляков Которых еще Не до конца Настроили На самоубийство И на убийство Своих соотечественников Всего вам доброго Скоро увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok